Всем привет! Сегодня у нас Урал-Лесовоз. Новый маршрут, так сказать. За полют еду. Раньше, где я ездил, тоже меня свозил. Это переправа на сейсмиках. Раньше на чернушке делали, а когда ниже. По течению еще... Ну, сколько тут, не знаю. Километра... Блин, трещотка. Километра три, там сколько-то, или пять. Не знаю, сколько там, ниже по течению, короче. А еще вот здесь бывает иногда делаю переправу. Я как-то по ней даже ездил, как-то давно уже. Лет пять, не, пять, больше пяти, наверное. Я тоже снимал видео даже. Это есть. Она уже растаялась, она почти, это льда нету на ней. Ну-ка, на речке лед уже, вернее, я растаял, переправа стояла еще. И такие уже, как бы, эти были окна, вода везде текла. Я вот проезжал, как-то опасно было ехать. Вот и тут. А потом тут как-то не делали в этом месте. Долгое время. Сейчас так и будет. Долгое время тут не делали. Вот там делали ниже все, на Чернушке. И вот тут, ну, в городе, где вот я показывал тоже. Сплавной. Бесплавновский гараж. Там тоже вот делали обычно. А сейчас тут опять начали. Ну, здесь, по идее, ближе. Туда на Чернушку, по берегу всю дорогу делать такую, ну, далеко вон туда. И там еще открытое место такое, как поле. Там постоянно заметает дорогу. Короче, там, ну, хреново вообще. Я не знаю, зачем там вообще. Ну, самое лучшее вот это здесь. А здесь, как бы, вот переправа, переезжаешь на эту сторону. Тут немножко вот какие-то открытые места есть. И потом лес начинается уже. И все, дорога по лесу идет. А так, ну, такая же обычная дорога. Лесная там. И тут даже ближе, по идее, получается, чем, ну, туда. Через Чернушку ехать. Ну, там человек туда надо, потом обратно опять туда возвращаться. Короче, это такая ситуация там. Съездим, посмотрим, что там. Как там ситуация в лесу. Покажу немного. Вчера ездил еще тоже. Вчера не снимал что-то. Не знаю. Так, посмотрел, какая дорога, короче. Проверил, так сказать. Вот здесь вдоль речки дорога идет. Сейчас вот так вывернул. Вот речка. Вишера. Ну, тут сколько-то немного. С километром, аж полкилометра, не знаю. Вдоль берега идет, потом уходит в лес. Так, вот все, поворот в лес. Ладно, едем там, потом дальше поснимаю, что-то покажу еще. Так, едем. Тут подъемчик-то этот хреновый, на котором постоянно буксовали раньше. На лэпе. Вот лэп идет. Его срезали, вот тут вот, в этом месте где-то, тут выше было. Его подрезали, ну, песок вот этот, именно землю пониже сделали. И тут сейчас нормально стало, более-менее. Хотя тут недавно КамАЗ буксовал. За дровами приезжал. Но у него цепей не было, он без цепей поехал, я не знаю, как-то. Короче, он тут всю ночь буксовал, видать. Потом, я не знаю, по половине, может, как-то он выехал, по полу лесовоза. Но опять, я не знаю, ну, сейчас подморозило, как бы, мне кажется, даже сейчас без цепей выйдет. Но сейчас это... Ну, одну цепь я обычно одеваю. Вчера ездил, две цепи одевал здесь, ну, спокойно поднимается. Даже не напрягаясь. Сегодня посмотрим, как... Сегодня можно с одной цепи, потому что сегодня мороз. Сегодня подмораживает. Так, 20 градусов утром было. Ну, где-то около 20. 18, может, так. Ну, где как, показывает. Сейчас поедем обратно, посмотрим. Как поднимется. И тут я постоянно поднимался. На второй пониженной, на третьей уже не выходило. И на второй повышенной тоже не выходило. Так, ну, кое-как, а... Не, на второй как-то выходил с четверой. Так, тяжеловато как-то выходило, да. Ну, сейчас подрезали, бугоровка поменьше стала. Сейчас, надеюсь, на повышенной второй выйти должен. И топливную я в этом году сделал. Форсунки все равно немножко получше тянет. А там это у меня еще на старых форсунках, на старом насосе похуже было все равно, мне кажется. Ладно, тут вот сейчас такая дорога будет. По логу идет. По ручью. Ну, тут я не знаю, здесь ручей есть, нету. Тут, может, даже сверху и нету ручья. Просто такой, как лог. Ну, весной, по весне только, видать. Разбывает тут. Вода, когда идет, снег тает, когда. Может, и есть. Ну, там ниже точно, вот там уже ручей не начинается. Это вот подальше там будет. Ведется видеонаблюдение, написано в табличке ресепта. Нахера, я таки не понял сейчас. Давно тут не был уже, в этих местах не ездил. А, нет, в прошлом, в прошлом, в прошлом. Да, в прошлом году не был. Позапрошлую зиму только тут был последний раз. Что я там? Дрова вывозил как-то весной. Тут уже переправа уходила почти. С дровами, с березой выезжал. Вроде бы вот тогда. Или... Нет? Что-то не помню. А, нет, как-то зимой еще ездили, да-да. Тут зимой еще до Нового года, мне кажется, или после Нового года. Как-то я возил тоже дровату. А, в 22-м году, позапрошлом году, да. В прошлом году и было это. Еще эти летали бомбардировщики. Слышно было, гудели. Где-то видео еще есть там где-то одно. Так, вот он полет. Впереди он вверху. Не знаю, видно его, не видно на камеру. Можно приблизить, в принципе, потом. При монтаже. Тут он вообще рядом, как бы, по идее, вообще недалеко. Километр, может, несколько, два от силы тут, сколько-то, не знаю. Ну, там дальше, если ехать, проехать, ну, по дороге вот туда. Там, как бы, по идее, еще ближе будет, наверное. Там даже пешком, наверное, пройти тут. Все рядом. Ну, к подножью. Ну, как бы так он получается. Дорога, как бы, вдоль тут идет. Речки, как бы, она так, ну, чуть в сторону там начинает уходить. Ну, немного, где-то вот еще полкилометра где-то так проехать. Там вообще близко будет. Еще ближе, так сказать. Вот здесь вот мостик. Через речку Петруниху. Тут где-то буксовал я, застревал. На мосту, наверное, проваливался, на край тут на самый. Чуть не съехал с него. Вот здесь буксовал. Тоже вот тут я вот здесь была, ведь по весне. Тут уже проезжал тут кое-как. Как-то снимал тоже. Тут болото все вот в этом месте. Торфянник какой-то. Как-то оттуда из-под полюда, видать. Вода выходит вот здесь вот везде. Там дальше вот здесь тоже. Вон черная, видно, земля. Как торф. И получается вот этот... Ну, как? Вода, она из-под горы оттуда, из-под полюда. Выходит, видимо, здесь сочится постоянно. И не замерзает вот тут зимой даже. Ну, когда сильные морозы ее прихватывают. Потом вот только покеплело, все начинает опять выходить. Вон, сейчас видно там в воде все. Вот здесь вот это место тоже. Вон, тут горбылем, видать, закладывали. Что-то все на этот намораживали. Вот тут яма какая-то тоже. Вот ложок такой был маленький. А вот ее затолкали, видать ее. Горбылем заложили. И тут вот везде, вот здесь дальше едешь, тут везде такие лужи какие-то, промоины. Попадают все так вот. Ну, не сплошняком вот здесь, как бы, а в низинках где-то. В ложках где-то, видать, вода и выходит где-то. Вот тут ложок тоже. Тут тоже сыра постоянно. Вот тут даже... А, да, вот в этом месте как яма такая. Вон, даже ручейника. Сбоку вот здесь видно вода. Не замерзшая даже. И она, главное, вот эта вода из-под горы, оттуда, из-под полюта, которая выходит, она теплая, она как бы не замерзает. Видимо, за лето, как, видать, вот эта, ну, гора сама полютая. Набирает, видать, как тепло, а потом зимой отдает его это тепло. И он как бы, ну, вода теплая, она не замерзает вообще. Ключи, так сказать, ключи бьют. Теплые. А здесь Лежневка вообще, вот эта дорога, старая, еще в советских времен. Ну, она такая уже вся гнилая, конечно. На ней уже, как бы, это, не поездишь. Как-то бы по весне, как-то один раз вывозили лес тут остатки. И я тут только два гвоздя колесами ловил. Такие здоровые, кованые. Даже где-то видео есть, я показывал. Вот здесь вот идет, вот как поворот такой сюда. Вот отсюда идти пешком, до полюда вообще нет, не далеко. Как флажок такой идет небольшой. Как дорога даже может там идет какая-то, что ли. Или валака, тут старый, это, ну, лес готовили. В принципе, тут недавно лес готовили, вот по эту сторону. Валочные рубили, и года три назад, наверное. Три-четыре, может, только так. И где-то дальше, вон там, что ли, еще тоже площадка есть. Тоже дорога, два вверх идет. Вот здесь место, пожалуй, ручей текет, вон, сыра. Тут тоже постоянно буксовали, как-то, помню, в этом месте. Продавливались, ямы такие, погаснее. Переедешь, машину наклоняло, тут буксовали постоянно. И закидывали, и потом снегом всяко тут. Я закидывал, как-то. Даже видео снимал, вроде бы, в этом месте где-то, я застревал. А лишневку делали, видать, возили летом, значит, лес. Ну, все, лето, значит, ее сделали, получается. И сколько-то там, ну, сколько ее хватило, не знаю. На два-три года-то точно хватит лежневки. И может, больше даже, пока она сгниется. И вот по ней вывозили туда, к речке, к Вишере. И, получается, вот эта речка Петруника, она туда, ну, к Вишеру впадает. И вот вдоль речки прямо так сделана дорога. Вот и все, лежневка она идет. И там она оттуда идет, от Ороловского вообще начинает. Там даже, наверное, дальше, может, где-то, не знаю. И а сюда, в эту сторону еще, вправо тоже, по другой речке, тут две Петрунихи. Какая-то мерзлая Петруниха там или какая, не знаю. И вот туда, видать, тоже по ней, тоже лежневка шла. Даже, скорее всего, даже тут не одна лежневка. Ну, вот это основная получается, а там еще раз, ну, разветвление везде, в лес. В одну сторону, в другую, в третью, где лес рубили. И вывозили сюда, к речке, получается. Возили, там сплавляли уже. В речку скидывали бренок. И они сам, ну, лес сам плыл. На комбинате тут, вишенский комбинат целлюлозный был. Целлюлозно-бумажный. Там уже ловили, там поднимали на бумагу. И тут вот тоже смотришь, нигде леса нет. Все вырублено полностью. На каких-то вот, до горах только где-то тут осталось. Нерубленный, нетронутый лес. Здесь, ну, нельзя не подъехать, ничего на тракторе никак. Где взять нельзя его. Так, подъезжаем. Подъезжаем к месту. Разгон надо набирать, то опять не выйдут. На четвертой пониженной ездит. Нормально, спокойно заезжает. Вчера ехал, не заехал. Ну, там как-то разгон не взял сразу с самого начала. И на третий повыше наехал. Ну, как бы тяжеловато мне так. Там подниматься стало я. Ну, там немного даже, чуть-чуть поднялся и все, не вышло. И скользко было там. Сейчас-то нормально, вон эти валочные ездят, вот эти. Нарыхлили, видать. Вот свежий натаскали уже, ничего себе. Вчера не было еще. Вот эти кучи сбоку было. Вот делянка. Одни березы остались. Один березняк остался. Березы тоже валят. Немножко, видать, так, на волоках которых. Вот береза есть, 18 тысяч за машину продает. Кому надо, покупайте, так сказать. Баланс лежит, вот гнилые, 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 это всякие. Вот осины, березы. Вот березы тоже. Валочный муравей прет. Вернем. Сороконожка. Валочный муравей прет. Валочный муравей прет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нормальный такой, новенький еще, почти не старый Он еще поедет грузиться? Он еще поедет, разгрузится сейчас и поедет еще раз Говорит, разгрузись, стой Посмотрим, как форт разгружается Как он что там работает? Я вам два бревна положил Стрела такая еще Это как двойной телескоп какой-то, тройной, двойной Так быстро еще работает Ну выдвигается, гидравлика все Раз там выдвинул телескопом Раз обратно задвинул потом Телескоп такой как этот Ну рукоять это она короткая За счет телескопа двойного Выдвигается далеко Придумали, да, какого хрени? Харьки Что-то выкинул одновременно Не лая что ли? Кабина поворачивается у них Можно ее там кнопку нажимать Она раз развернулась В другую сторону Ну когда разгружает, вот так кабина стоит А когда едет сюда вперед, допустим Он поворачивает кабину Уже это Ну чтобы ехать прямо, чтобы смотреть В другую сторону заставить Ну вперед, в смысле Ну нормально Харачивает То есть там на стреле главное какая-то мягкая Великое, пластмассовая какая-то штука желтая Прикручена Видимо когда это, ну чтобы бревнами не стукать Пострелять Видимо как-то амортизатор такой защиты стоит То есть я что-то даже не знал Ну не видел как-то раньше Не обращал внимания В захватках у меня примерно такой же может Ну чуть-чуть побольше наверное Ну как на физкарах там обычно Такой же захват примерно У меня там маленький Велмашевский Ой, Велмашевский были Атлантовский Велмашевский, вот он большой Наоборот СФшки тоже там большие Захватки Ладно, что-то посмотрели Немножко хватит Буду грузиться что-то Вон кубаши какие Кубы Лес нормальный такой Морковистый правда какой-то Еще пойдем Валочные комплексы Везде тут у нас уже появились Ну и давненько уже Это не в этом году уже Давно уже Лет Я не знаю Первые-то уже лет 10 назад Наверное появились Если не раньше Типа говорят Что у нас тут нихера Ничего нету Все ручную Трелевочными тракторами Старыми Вон Джон Дир Работает Поехал Меня пропускает 24 Идем Четверо Еще-то разгрузился Подождал бы Четверо Сюда На эту сторону Ложить Вправо Вчера не было Натаскали Вон Сегодня уже Джон Вон Дир Интертеймент Работает Ну-ка Сейчас посмотрим Тут Горочка Такая Есть Ус Сейчас Горочка Я тут Вчера Поехал Не поднялся Здесь Пустой Казан Разгон Не взял И скользко Опять Было Вчера Тепло Тепло Было Сегодня Подморозило Нормально Тут еще Накатали Эти Хорьки Ездят Дорога Такая Сейчас Нормальная Шершавая Стала А до этого Тут Такая Она Скользкая Была Накатанная Вчера Лед Прям Такой Там Внизу Еще Не выехал Вон Тут Трава Лежат Трава Если кому Надо 18 тысяч Рисовоз Продают Вот Вот В этом Месте Доехал И обратно Скатился Прицепом Он туда Вправо Уперся Потом Цепи Нормально Накатанная Накатанная Туалет Туалет Что Другое Ничего Не Может Быть Зачем Тут Что Делать Видать Разборный Такой Собой Возят Видимо Ну Быстро Разбирается Может Как Не знаю Нож На Саморезах Просто Раз Прикручено Интересно Ладно Еду Опять Вожу Из-за Полюда Это Ораловская Место Где Как Я Служил Снимал Видео Тут Поселок Ораловский Вернее Правильно Сказать Короче С этой Стороны За полюдом Это Вот Мы Сейчас Находимся Ну Тут Оралово Тоже Недалеко Деревня Тут Поселок Ораловский Ну Вода Уже Начинает Везде Выступать Вылазить На Дорогу Ну Это Сколько Дня Два Три У нас Тут Тепло Было Вообще Плюс Пять Плюс Шесть Было Вот Позавчера Позавчера До этого Там уже Теплело Вчера Так Более Менее Уже Нулевая Была Температура Ну Днем Тоже Тепло Вообще А Сегодня Подморозило Где-то Минус Двадцать Наверное Ну По масту Ходил Пробовал Ну По снегу Вот Не идет У нас Как-то Ну Он Есть Такой Плохой Какой-то Проваливается Мягкий Тут Между прочим В этих местах Чаги Много На березах Вообще Много Тут Ну Не в этом Именно Месте Там В другом Где-то Я как-то Ходил И ходил Возил Лес Тоже Ну Это Куда Два Три Назад Тоже Было Вообще Вот так Едешь Прям Не на каждом Дерее Не на каждом Конечно Ну На многих Там Смотришь Там Чага Смотришь Висит Тут Чага Висит И тут Чага Попадала Тоже Я видел Где-то Чаги Вообще Море Тут Ее Собирать Можно Она Стоит В магазинах В аптеке В аптеке Там Блин Что-то Там Такие Цены 50 Грамм 200 Рублей Ее Эту Чагу Скупают Между Прочим Можно Сдавать Люди Есть Собирают Так Вот Сдают Куда Он Араловский Поселок Поселок Араловский Лесозаготовительный Поселок Ну я тут Как-то Снимал Его Показывал Дома Какие-то Даже стоят Ну такие Уже Разваленные Вот Здесь И С правой С левой Стороны Ну там Прямо Где-то Дома Есть Разваленные Тут Целых Нет Тут Тут Они Уже Я не знаю В каком Году Его Закрыли 60 Годах Та 70 Может Никто Не знаю Вон полет Вдалеке Там А нет Далековато До него Атараловского Ну это Получается Откуда Вот я сейчас Ехал Там Ну как бы Ну в сторону Полюда Тоже идет Или как Вокруг Полюда Наверное Да Правее Да Вот Полюд Прямо Вот он Сейчас Там За елками Тут Сейчас Не видно Вот Трактор КамАЦУ 65 Что-то Написано Е Такой Нормальный Бульдезер Типа Как 130 170 Такого же Примерно Размера Трак Подъезжаем Тут Мостик Это Как-то Один раз У тебя Чуть С него Не упал По самому Краю У меня Подрезало Срезало Как Скинулось Вот Мостик Впереди Как-то Видео Снимал Даже Бобры Тут Вроде Еще Ходили Среды Были Раньше Вот В этом Месте Сейчас Что-то Он Такой Побольше Вроде То же Самое Расчищено Деревья Еще раз Не по краю Какие-то Посрезали Убрали Такой Юбняк Какой-то Рос Мелочка О Речка Петруник Большая Такая Здесь Относительно Как Забруда Даже Вон там Небольшая Небольшая Как Забруда Какая-то Вроде Или Там Видно Что-то Через Всю Речку Какая-то Полоса Такая Или Как Бревно Там Лежит Кое-то Бобры Ходили Тут Как-то Я Видел Среды Были Здесь Около моста Давнень Года Два Назад Уже Это Было Тут Куда Не Делись Бобры Или Тут Есть Живут Тут Везде Бобров Много Стало Вот У нас Здесь В наших Районах В наших Местах Бобры Это Вообще Редкость Где-то Раньше Были Редкость Где их Увидишь А сейчас Их Полно Вообще Везде Почему Так Стало Я не знаю Или Раньше То Что Лес Плавляли Может Из-за Этого Их Не было Так Ну Что Штурмуем Горку Сейчас Там Ну Еще Не доехали Немного Я Цепь Остановился Одел Одну Цепь Попробовать С одной Цепью Вчера С двумя Выезжал И сейчас Хочу На второй Повышенной Выезжать Вчера На второй Пониженной Выезжал Как бы Ну Так Легко Идет Свобода Ну Раньше Тоже На второй Пониженной Выезжал Но Там Подрезали Эту Горку Она Сейчас Не такая Сильная Как Получается Кубок Там Бол Небольшой Его Срезали Сейчас Как Ну Ниже Стало И Не такой Облайн Сильный Легче Едет На всякий Случай Включу Блокировку Конечно Главное Чтобы на второй Вытянул Мощи Хватило Переключаться Буду И Это Мало ли Остановишься Что-то Вот Гоняемся Блокировку Идет 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 На второй Нормально Вроде Ненормально Идет Идет Хорошо Вытягивая Спокойно Немножко Нагрузка Такая Есть Четко Здесь Укол Маленький Уже Поменьше Так Блокировку Вырубаю Нормально Спокойно Заехал На второй Я раньше Не мог Только На пониженной Второй На второй Повышенной Так Ну сколько Там Выходит Докуда До какого Там От определенного Места И все Потом Начинает Вдыхать Пока Переключаешься Все Уже Остановился Все Не едет На цепях На четырех Цепях Обычно Выезжал Все равно Ну как Как-то Бывало И на четырех Даже не выезжал Тут и подсыпали Песком Тут Пилками Постоянно Мы сыпали По идее Не чтобы сразу Срезать Здесь Этот Пупок Камазы Выезжали Главное Эти Которые Уже Новые Которые Камазы Они Ходом Мощность Высокая Они Ходом На четвертый Раз Вылетали Туда Наверное А я Уже Не мог У меня Вообще Не хватало Я На пониженной Тут Едешь Едешь Пилишь Пилишь Раз Все Забуксовал Как-то Так Вот Сейчас Нормально А Цепь На Снять Остановись Потому Что Больше Там Не надо Будет Ни цепь Подъема Больше Нету Никих Ну Спуски Будут Тут Еще Здесь Дальше Там Спуск Будет Два Спуска Таких Там Бывает Тоже На Лыжи Встает Накатается Если А так Нормально Как В Принцип Так Ну Что Все Наверно Почем Доехал Вон Переправа Тут Гусянки Валяются Одно Колесо Накрылось Но Давно Уже Я Думал Что Накроется Вот Передняя Чуть На Прицепе Распускает Это Колесо Постоянно Он Слабенькая Тоже Взять Походу Что Не То А Это Вот Она Где Грибок Стоял Вот Он Стоит Вернее Надувается Вот Это место Вот Это место Надувается Здесь Вот Видно Так Оно Это Вот Зажимая Отверстие Это Начинает Надуваться Здесь Оттопыриваться Начинает Все Негодная Здесь Прожевала Сто Процентов Сейчас В лесу Еще Когда Погрузился Поехал Смотрю Что-то Как-то Машину В сторону Тянет Не понял Сначала Что Такое На Повороте Раз Прямо Куда-то Еду Не понял Установился Раз Смотрю Колесо Слабое Ёкарный Бабай Ну Я Так Я И знал Что Ненадолго Ну Сколько Проездил Где-то Месяц Больше Я уже Проездил На этом Колесе Так В общей Сложности Где-то За зиму Я уже Поменял Три колеса Получается С той стороны Одно Испортилось Тоже Камаурал Вот это Там В гараже Стоит Тоже Проволока Повылазила Но Она Тоже Я Когда Ее Делал В том Году Или Летом Я не Помню Ну Вот Летом Короче Прошлое Лето Она Уже Там Хреновая Была Я Так И знал Что Это Ненадолго Вот На этом Грибок Делал Там Заплату Вроде бы Еще Делал Изнутри Кордовую Тоже Думал Ненадолго Что Это Ну Насколько Хватило Считай На правой Стороне Переднее Менял Тоже Одно Колесо Там Тоже Негодное Но Тоже Я Его Тогда Собирал Там Нитки Внутри Повылазили Вот Здесь По краю Но На нем На спущеном Просто Ездили Как-то Видеть Когда-то Там Камеру Прожевывает Там Нитки Такие Торчат Повылазило Как-бы Изнутри Ну И Тоже По идее Выкинуть На Уже Хотя Протектор Еще Хороший Такой Как-бы Можно Было Ездить Но А Само Внутри Негодно Его Бы Завулканизировать Там Как-то Если Как-бы Можно Было Конечно Его Сделать Но Опять Она Дорого Это Будет Стоить Проще Выкинуть Там Два Колеса У меня Еще Есть В Принципе Это На Прицеп Тоже Два Колеса Еще Есть Не Менял Вообще Ни Раз Вот Спускало Только Один Раз Это Колесо Спустило Я Потом Стал Накачивать Золотник Пропускал У него И Раз Золотник Шипит Откручивает Стал Как Так Думаю Не Понял Как-то Сам Золотник Открывается Что Ли Начинает Приспускать Непонятная Фигня Запаска Еще Хорошая Тоже Нормальная Ее Пока Держу На Черный День Там Два Колеса Есть Еще Такие Хреновенькие Поставить Можно Не знаю Сейчас Посмотрю Сегодня Поставлю Приеду На Эту Сторону На Прицеп Тоже Там Есть Можно По идее Поменять Там Два Колеса Хороших Есть Ладно Че Поехал Тут Переправа Сейчас Посмотрим Сейчас Немного Грузил Кубаш Нормальный Четко Кубов Двадцать То есть Может Хреново Знать Он Лез Такой Морковка Какая Опять же Много Как бы Это Вроде Много Ложишь А на Самом Деле Ничего Нет Кубатуры Ну-ка Сколько Давления Там Посмотрим Ну Четверка Накачалась Хватит Ладно Едем Переправа Ледовая Ледовая Она Это Наверное На сваях Скорее всего Там Бревна Видно Торчат Скорее всего На сваях Потому что Тут Это В этом Ух ты Ничего себе До лыжи Встает Разгоняет Постоянно Так Такой Спуск Хреновенький Там Еще на Солнце Подтаивает Как бы Получается Солнечная Сторона И Скользко Становится Так Его Был Подъем Горку Эту Перек Подрезать Подниже Сделать Почему То Не Делают Никогда А то Опасно Он как бы Разгоняется Как бы Лесовоз Получается И тут Переправа Она такая Узкая Все равно Если на сваях Тем более Сейчас Еще не видно Тут снег Поймешь Где тут Бревна Где что Так Тоже Плюс-минус Наугад Едешь Вот здесь Видите Горбылем Заложено Что ли Как-то Видимо Ну не вся На сваях Что ли Тут Мелка В этом Месте На мороженое Просто Вот Рыбаки Видай На машинах Поехали Харю Заловят Или Что Не знаю Тут На речке Постоянно Сидят Газуем Здесь Горка Так, на повышенную. На повышенную третью. Ладно, на этом закончу. Сегодняшнее видео. Всем всего хорошего, удачи. Что-то работаем. 19 марта сегодня уже. Что не сказал, не знаю, в начале. Так что это уже весна подходит конкретно. Сезон концу, ну еще где-то месяц. Можно возить будет где-то примерно плюс-минус. Даже больше может где-то, если где-то дорога хорошая, более-менее. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok